В прямом эфире РБК Уфа. Я Екатерина Тимиряева. Здравствуйте. Сегодня из Уфы в Анталию не смогли вылететь 346 пассажиров. Задержка рейса номер 419 авиакомпании iFly более 10 часов. Самолет должен был вылететь в 6 часов 10 минут. Рейс перенесли из-за дополнительного технического обслуживания воздушного судна в Анталии. Предварительное время вылета из Уфы 20.05 местного времени. И вот как прокомментировали ситуацию телеканалу РБК Уфа в пресс-службе международного аэропорта Уфа. По информации пресс-службы Уфимского аэропорта, все требования федеральных авиационных правил авиакомпания выполнила. В обоих аэропортах пассажирам предоставили гостиницу, еду и напитки. Детей могут обязать платить алименты пожилым родителям. Соответствующий законопроект рассмотрит региональный парламент. Главный критерий – нетредуспособность получателя и возраст для женщин 55 лет и для мужчин 60 лет. Также содержать пожилых могут обязать экс-супругов. По словам депутата госсобрания Салавата Харисова, это станет одной из мер социальной защиты льготной категории граждан, достигших предпенсионного возраста. Соответствующий закон рассмотрят на следующем заседании. Суть этих изменений заключается в том, что если суд принял решение и обязывает детей ухаживать за своими родителями, достигшими пенсионного возраста, в настоящее время принято изменение в пенсионном законодательстве и увеличен возраст выходящих на пенсию граждан, то для тех граждан, достигших 55-летнего и 60-летнего возраста, эти возможности сохраняются. Напомню, законопроект уже принят в Госдуме в окончательном чтении. С начала этого года предпенсионерами стали граждане, которым до пенсии осталось менее пяти лет. Для того, чтобы взыскать элементы, необходимо составить исковое заявление и предоставить документы, подтверждающие родство и нетрудоспособность, а затем обратиться в суд. В Башкортостане прошла траурная церемония, посвященная 30-летию самой крупной железнодорожной катастрофы 20 века. Тогда, 4 июня 1989 года, два поезда «Новосибирск-Адлер» и «Адлер-Новосибирск» оказались в центре огненного взрыва, как выяснилось позже из-за утечки газа. Тогда, по официальным данным, погибли 575 человек, 181 из них дети. На месте трагедии в памятную дату с участниками событий встретилась и наша съемочная группа. Ранним утром более 100 человек, так или иначе связанных с трагедией 30-летней давности в Улутеляке, отправляются на поезде памяти к месту крушения составов. Машинист по профессии, сегодня среди пассажиров, один из ликвидаторов последствий катастрофы Сергей Столяров. Тогда, 30 лет назад, он следовал за пассажирским поездом, который шел из Новосибирска в Адлер. Когда впереди идущий состав вместе со встречным поездом оказались в центре огненного взрыва, Сергей Алексеевич с коллегами отцепили вагоны и начали вывозить в Улутеляк пострадавших и раненых. Мы не считали, сколько. Как потом писали в газетах, порядка 400 человек. Детей очень много было. Особенно, когда мы во второй раз, когда приехали, было очень много детей. Практически целый электровоз детей. 1710 километр Транссибирской магистрали. Здесь все и произошло. Причиной крупнейшей катастрофы на транспорте в истории 20 века называют трещину в газопроводе. Взрывоопасная смесь постепенно скапливалась в низине, где проходят пути. По оценкам экспертов, мощность взрыва составила 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывная волна донеслась даже до ближайших населенных пунктов в радиусе 30 километров. Изначально машинисты предупреждали о сильном запахе газа. Однако тогда большого значения этому никто не придал. Пассажир злополучного поезда Новосибирск-Адлер Герман Руди в той трагедии потерял маму и сестру. Сам говорит, выжил чудом. Сейчас живет в Германии, однако регулярно приезжает на место крушения. Почтить память погибших. Я сам здесь был, естественно, тоже, поэтому связь самая прямая, как говорится. По сути дела, здесь ведь и могила тоже. То есть здесь не просто место, где что-то произошло, какое-то событие. Здесь лежит очень много людей, которые, в общем-то, остались здесь. Вот и урны здесь были захоронены. Поэтому приезжаем сюда не только как на место катастрофы, но и как на кладбище еще, по сути дела. В гражданской панихиде среди родственников и друзей погибших и пострадавших при взрыве – первые лица нашей республики и Челябинской области. К временно исполняющему обязанности главы Башкортостана Радио Хабирову обратилась инициативная группа с предложением признать мемориал памятником федерального значения. Ну вот я сейчас сходку не скажу, конечно, давайте подумаем. Я об этой бесконечной переписке знаю с РЖД, да, 10 лет она уже, говоря, придется. Вашу тревогу мы разделяем, даже не переживайте. Но то, что вот и глава стоит, здесь как памятник был, так и будет. Видите, вот такое место все-таки с года в год родители, я так понимаю, приезжают, да? 30 лет. Официальное число погибших – 575, пострадавших – 623. Однако многие очевидцы уверяют, цифры далеко не точные и, скорее всего, жертв было больше. По разным данным, около четверти останков людей, погибших в огненном аду под Лутеляком, так и остались невостребованными. За ними никто не пришел, ведь погибали целыми семьями. Неопознанные останки пассажиров захоронены в том месте, где стоит мемориал. За ним регулярно ухаживают местные жители. Что касается виновников, наказали рабочих, обслуживавших участок. И в завершении информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар подешевел на 39 копеек и стоит 65.16. Евро в плюсе на 21 копейку и 73.42. Лучшие обменные курсы к этому часу по всем четырем позициям у банка Финам. Покупка и продажа доллара 65.01 и 65.27 соответственно. Купить евро выгоднее по 73.27 и продать по 73.48. На этом пока все. Оставайтесь с РБК.